шалом друзья это легкие заповеди лаконичные смыслы и кошерные лайфхаки благодаря которым вы ощутимо улучшите баланс своей праведности максимально эффективно это не для ханжей и не для просветленных а для тех кто ценит сочетание современности и кошерной еврейской мудрости я раввин йосиф херсонский поехали я раввин светских людей и онлайн раввин светские люди это те кто искренне интересуется еврейской традиции не переставая при этом читать книги и самореализовываться в науке в профессии в бизнесе онлайн раввин потому что разделяю предпочтение многих заказать такси в аппе они через звонок оператору там можно на самом деле и серьезными вещами например как исполнение заповедь многие люди обращаются ко мне с вопросом они убивают ли заповеди современный формат это правда что иногда смена форму убьет святость так мы никогда в жизни не заменим чтение торы чтение свитка торы прослушиванием аудиозаписи ну точно так же как мы не заменим дружбу фильмом о дружбе потому что здесь нужно соприкосновение душ но в очень многих ситуациях изобретение стива джобса и илона маска совершенно не портит святость если суть заповеди выражена а форма соответствует духу и букве закона торы например заповедь о безузе она важная ценная многие они знают это знаменитой коробочки со свитками на входе еврейские дома некоторые по незнанию принимают ее за сигнализацию или за какую-то охранную систему и вы будете смеяться они не так далеко ушли от правды но многие интересующиеся обламываются а сложность найти кошерную мизузу потому что и на алиэкспрессе можно найти дешевые китайские продукты они правда имеют отношение к иудаизму как-то болки абибас к знаменитому немецкому производителю вторая сложность это десятки если не сотни правил как необходимо кошерно разместить мизузу на косяке да это иудаизм детка и многие справедливо слышали о том что неправильно повешенная мизуза она не исполняет заповедь получается облом все сделал а заповедь не защита сейчас если вы все знаете о мизу и можете промотать на полторы-две минуты вперед потому что я расскажу о базовых смыслах этой заповеди тем кто еще не в курсе для тех кто не в курсе напиши эти слова на дверных косяках дома твоего и ворот твоих благодаря этой фразе в пятой книге пяти книжа мизуза вошла в список из 613 заповедей абсолютных определений добра и зла важная тема и лайфхак открыл дверь вспомнила боги жизнь наполняется им а ты становишься лучше даже сша не замечает в традиции писать на обороте мизузы имя бога шин дали тьют что складывается в аббревиатуру шумердла тот израиль оберегающий двери израиля берег нет скорее заинтересованность всевышнего заботиться о доме в котором происходит реализация его целей так мы становимся не только его творениями но и его партнерами твой подарок нужно охранять а мой охраняет тебя это слова раби юды и грейского мудреца который был хорошо интегрирован в римскую элиту древнего рима так он сказал в ответ на недоумение римского друга друг подарил рабе драгоценный камень араби ответил ему свиточкам мизузы а любовический рыба уточнял мизуза как каска от прямого попадания не спасет но от осколков защищает хорошо если бог соберется навести траблы в нашей жизни от этого не спасешься потому что я часть системы эти проблемы осколки от которых защищает мизуза основной сложности исполнения заповеди о мизузе 2 правильно выбрать правильно прикрепить а мой лайфхак состоит из трех шагов благодаря которым все станет легко и просто 10 минут и дзынь заповедь исполнена легкие заповеди и так шаг 1 выйдите на видеосвязь с раввином чтобы определить необходимое количество мизуз до сегодня и раввины легко пользуются и зубы skype придется показать ему правда дверные проемы в вашей квартире поэтому сделайте уборку если вам стыдно показать раввину что на полке с торами и другими еврейскими книгами пыль шаг 2 не знаете где купить ультимативное решение в любой точке мира хаббат на сайте хаббат . org slash centers вы найдете все центры хаббата в любом крупном городе мира сегодня наверняка это можно еще и с доставкой сделать спасибо коронавирусу еще на самом деле есть много добротных источников не только в хаббате и вы можете там найти хорошие мизузы иногда даже авторские но хаббат это универсально и везде шаг 3 еще одно видео связь с раввину для прикрепления мизуз нужно уточнить расположение и произнести необходимые благословения и слова молитвы если вы сами их не знаете все митсва дзэйн 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 и того 10 минут и митсва сделано 3 минуты для первого шага видео связи с раввином 1 минута для шага номер два нахождение ближайшего хаббата 3 минуты на выбор подходящий мизузы и 3 минуты для шага номер три прикрепления мизузы с раввина по видеосвязи 10 минут и митсва сделана дзэйн дзэйн сколько стоит мизуза от 30 долларов к тому что это ручной труд пишу перо на пергаменте если найдете дешевле одно из двух либо субсидии либо подделка хорошее вообще-то начинается от 50 у меня дома стоят за 70 и это вообще не предел что делать тому у кого мало денег здесь нас спасет тора и скажет лучше один процент чем ноль процентов и если одну заповедь я не исполнил другая исполненная от этого не страдает повесьте себе одну мизузу или несколько столько сколько вам хватает и главное построить себе план для оснащения полного своего дома мизузами в течение квартала полугодия или года что хорошо бог зачтет это уже сегодня потому что бог уже сегодня знает наше будущее это легкие заповеди лаконичные смыслы и кошерные лайфхаки благодаря которым вы ощутимо улучшите баланс своей праведности максимально эффективно